Итак, ребята, всем привет! Вы снова у меня на канале Я думаю, вам он понравился тем, что мы осуществляем полезное дело Помогаем археологам в волонтерской своей деятельности Так что продолжаем видеосюжет и возвращаемся без церемонии сразу к ребятам на раскоп Так что продолжаем, смотрим Ведутся работки не только у людей Но нам еще Алекс помогает копать Вот видите, как классно нам помогает производить шурф Прям классно Да, Алекс? Алекс? Умный, красивый пес Восточная Ворпейская Дай, дай Фу, фу Сидеть 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 Лежать Молодец А теперь Красавчик Ох, красавчик Давай, давай, давай Молодец Молодец, молодец Фу Фу Молодец Лежать 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 Взять Красавчик Ладно Шалости шалости, мне надо работать Ребята, вот и мне тоже улыбнулась удача Я поднял кусочек пряслица Тоже датируется больше 1200 лет Вот каменная пряслица, это для веретена Глиняная пряслица Ну-ка, покажи пряслица И О, не спрыди что-нибудь Да Все тут сразу Да, столько сразу папарацци Райбикосу Ракурс возьми Нормально Вот так вот, ребята Сантиметр за сантиметром Вот так вот срезается Твердый грунт И потом все это Расчищается Мельчится И только потом Выходят вот такие Вроде На первый взгляд Вроде кусочек камушка А оказывается Это наша история Здесь тоже можно Здесь большой кусок Вот, сними, кстати Так, вон там, ребята Тоже Кусочек Хороший Его немножко Он, видите, зачищает Как бы уже профессиональным Хотя это и волонтеры Но уже относится С чувством И вот такое количество Ну это, конечно, маловато Различного цвета круги Пятна Очень кропотливая Складываются куски керамики Вот именно в этом эпицентре Так что трудов Очень много И сил Не меньше Ладно, спасибо Покали! Ладно Позитивный товарищ Красавчик Красавчик Ну такая вот чудненькая вещица выпала Ну и пусть Сейчас подойдут Через 15-15 часов Да, может Третья поменяется Обещали только 11 Не то Вчера вообще Третья сам Они появляются С этим пряслицем С помощью него Валянская девушка Плела пряжа И выменькивают Это самое То есть Впрочем В принципе Не того, что К этому времени Наконец-то Денького века Они Посмотрящие Оказалось, что Ни какой-то рост Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй Вот с поверхностным слоем Вот такая красавица А что бусинки врет А там Он, по-моему, проглядывается Вон, по-центральному Это Кусочек, скорее всего Тоже сейчас будет Либо фибулка Или подвеска Сейчас поглядим Ну это не оплавыш, да? Давайте я принесу Щеточку почисту Да, лучше щеточкой Сейчас я щеточкой Счастью Ну это цветной металл Вау Это бронзый Это не брошки кусочек? Ну вот, я говорю Скорее всего Подвесочкой Давайте потрем Давайте потрем Годзилл счетка Нет, Сережа Ровно грубая Нет, платон Млатонный Защитчик Может и слоник Может он классный Ну, Саня Почистик, поскольку Гузю Молодец Здесь еще только Буддисты Где платон Все, говорит Я больше не буду Да Может водичкой просто замочите Отойдет Да это мы отмоем потом Ну здорово Можно на ладошке владельца Дмитрий Алексеевич Озвучите Что это вообще такое? А это фрагмент Какой-то подвески Что это такое? Так Фрагмент подвески Может быть здесь Продолжение будет? Может быть Может быть За черт Итак, ребята Очередная находочка И угадайте, кто я нашел Дядя Саша Дядя Саша Третий И это у нас бронза Возможно Это часть Серги Я предполагаю Смотрите Видите Кантик такой Бронзовый И вот здесь Вот какой-то Красивый Такой орнамент Возможно Не знаю Но вещь просто Это только Может датировать И точную информацию Дать только специалист Но, к сожалению Только что Он отъехал Специалист И вот такая Классная Фиговина Зачетно Завтра приедет Да? Так что мы Отдаем находку Пока самому Александру Первому И он Пакетик-то есть? Конечно Сейчас уберем Хорошо Ладно А мы продолжаем Молодец Я сегодня Да, сегодня Прям я в ударе Ребята Ладно Посмотрим Дальше Что будет Итак, ребят Продолжаем Свой коп Именно Вот в таком Маленьком составе И вот знаете Находки пошли Одна за другой Вот еще одна Бронзовая Походу Та же Серьга Что я вам до этого Показывал На другое ухо Да, на другое ухо Вот такая еще Чудесная находочка Классно Классно Для памяти Причем Ириш Вторая Итак, ребят Еще один Способ Поиска И это Называется При помощи Поиска лозы И вот Денис Специалист Нам сейчас Покоментирует Принцип Работает Принцип Работает То, что На изменении Грунта Состава Три Грунта 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 Идет Грунта 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 То есть Они не должны Скрещиваться Да? Окей Сейчас Посмотрим На саму Работу Как Он Будет Работаться От ветра Укрыть Потому что Они Свободны Укрыть Грунта Грунта Если Их Настраиваешь На определенный Грунт Изменение Плотности Они Можут Сохотиться А как Настраивать Либо Ты можешь Так Поставить Изменения Будут Они Разойдутся Либо Ты так Поставишь Изменения Будут Они Сойдутся Балансировка Металло Металло Искатель Да Вот Я Труб Сделаю но здесь внутри здесь я даже показывал здесь может что-то быть по это уже какой-то роз вот видите ребят сошлось отойду вот расходится расходит свете ну-ка вот в этом районе вот здесь вот ребят мы потом посмотрим что здесь потому что сейчас будем сейчас будем здесь вот тоже вот у меня у здесь вот был еще что-то здесь вот сейчас стопудово здесь будет что-то поможет ям удар когда тесном грунт другой но вот тоже есть но что же не на россыпи если там много даже если лопата будет лежать главное не мешайте они сами все покажут насколько мелкий я не могу сейчас сказать потому что это надо еще пробовать как металл искать но по-другим физически я за знакомый в иране так ищет а чего-то сейчас проходишь здесь если же он показывал скрещение а сейчас показываю ну ка чему может россыпь большая но изменение грунта идет все принцип работы понят здесь мы видим пряжку пряжечка которая нужна была это могло использоваться и в одежде даже сюда не каких-то ремешков форму к сожалению сейчас пока я не вижу и по времени но это середина вторая половина берута щелетия тоже пока у меня нет оснований потому что возможно что сейчас когда подклеится если там расчистим аккуратненько будет еще видны какие-то детали но может скажем что-то лучше язычок прогнутый но в принципе такие могли использоваться на протяжении столетия первом течелетии а то вторая тоже наверное на нее потому что фигура такая же была пока центр очередной кусочек преслица возможно обломок от того который я ранее здесь находил тоже именно в этом эпицентре в этом же квадрате археологи вот так вот зарисовывать записывает единиц тоже сделал в план и сделал вклад в дело нужное небольшой до немного узнаем историю поселение власть труда и вот такие находки здесь находится большое количество вот в этом эпицентре смотрите видите кости крупные это именно лошадь большое количество горшочков причем горшочки встречаются трех эпох трех народов всего такие вот огромный кость да вот тоже обломок большой кости пока их не убираем эти вот кусочки потому что нужно сфотографировать и потом только изымать так что ладно сегодня делается по науке грамотно погода ребят сегодня отвратительная дождливая сегодня дождик поросил и археологи да и я тоже практически с ними в работой никакие не вели хоть и снимать красоты наши вон там находится у нас цапли так цапельки красотки лягушка ходит собирает есть белые и серые а вот как раз серые а вот белые ладно что это остается делать в дождливую погоду это конечно же ждать погоды и пить горячий сладкий чай итак ребят подошло время очередное к завершению нашего раскопа сегодня получилось классненько находки порадовали как и волонтеров так и археологов так что идем в лагерь время 7 часов и подходит время к ужину так что приятного аппетита в лагерь время а 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 я а Продолжение следует...